Здравствуйте, Майкл говорит, глава следственного комитета Александр Бастрыкин отвлекся на минутку от Моргенштерна и завел таки уголовное дело на лишенного неприкосновенности депутата Валерия Рашкина, статья 258, часть 2, незаконная охота, до 5 лет. Как срок в Госдуме, кстати, только условия похуже. Да, есть такая пошлая формулировка, люди любят ее вставлять и по делу, и не в попад, жизнь разделилась на до и после. Но все пошлое, оно жизнестойкое, и в случае с Рашкиным эта формула подходит идеально. Сходил 29 октября прогуляться по лесу с ружьишком. История Рашкина, его нелепая охота без бумажки и последующая государево-компанейщина с воплями, кликушеством и вселенским плачем по его изобличению. Горячие стремления Рашкина привести новую лосиху взамен добытой. Восполнить популяцию лосей – это чистая трагикомедия, художественный сюжет до металлического звона. Жалко, что Георгий Данелия умер. Он бы уже писал сценарий фильма с рабочим названием «Лось». Ведь снял он когда-то схожую историю кино под названием «Паспорт», когда жили два брата – Яша и Мираб в Тбилиси. И Яша решил с семьей эмигрировать в Израиль. Мираб поехал его провожать в Москву. Мираб, ты синий пакет не видел? Да, я его выбросил. Когда, когда? Как выбросил? Ты что, с ума сошел? А там ничего не было. Камешки какие-то. Камешки? Это грузинскую землю я на память взял. Ушение. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щепень из Астрахани. Он грузинская земля. Три шага сделать лень. Там, в аэропорту Мираб решил выпить с братом шампанского, но в общем зале не продавали. Тогда Мираб тихо взял паспорт Яша и прошел пограничный контроль, чтобы купить бутылки там. Ну, будем считать, в дьюти-фри. А вот назад его пограничник уже не пустил. Короче, Мираб был в Австрии, в Израиле, в Турции на тюрьме сидел и вернулся в родную Грузию, в Сакартвело, через лет пять. Конечно, на тюрьму Валерия Федоровича не посадят. Вряд ли. Штрафанут крупно, но уголовником все же станет. Ведь задача стоит лишить его мандата и вышвырнуть из Думы и системной политики, а не сделать из него реального зэка. Ну что ж, будет какое-то время не системным политиком-оппозиционером, зато, как и полагается коммунисту, пострадал от царского режима. А через некоторое время погасит судимость и вновь сможет вернуться в системную политику. Но вот то, что отныне КПРФ, а особенно имя Рашкина, прочно ассоциированный с Лосем, это навсегда. Я так думаю. Продолжение следует...